Сегодня мы отдаем дань уважения воинам, отдавшим свою жизнь во имя нашего Отечества. Митинг памяти собрал десятки гостей. Дети войны, волонтеры, люди, которым не безразличен подвиг воинов полярной и 14-й стрелковой дивизии. В этой точке в сентябре 1941 года ценой героических усилий защитники Заполярья сумели остановить силы вермахта, наступавшие на Мурманск. Вахта памяти – это не только дань уважения к тем людям, которые отдали свои жизни, чтобы у нас была мирная, хорошая, счастливая жизнь. Своя страна, свободная страна. Это еще и связь поколений, когда юные мурманчане узнают о действительно героическом прошлом нашего города. Мемориал воинам полярной и 14-й дивизии на 1447-м километре дороги Кола появился в 1999 году. Здесь увековечены 527 имен солдат и офицеров. Полярную дивизию не случайно называют самой народной. В первоначальный ее состав вошли более 10 тысяч ополченцев. Учителя, работники судоремонтных заводов, портов, железной дороги и не только. Простые мурманчане. Для меня лично это воспоминания о моих родителях, которые воевали. И отец, и мать, мама. Она ушла давно из жизни, в 1994 году. Я считаю, что это очень большая гордость для нашей страны, что наши прабабушки, прадедушки воевали. Это нужно помнить, нужно всегда об этом вспоминать, приходить на праздники, потому что это очень большая честь и гордость для всех и для моей семьи. В честь тех, кто не позволил коварному врагу завладеть мурманском, кто, замерзая в тундре и на перевалах, не выпускал винтовки из рук. Минута молчания. И сотни алых гвоздик. В знак высшей ценности подвига каждого. Мы все от рядовых до генералов находимся незримо среди вас. Татьяна Куфенко, Янина Морозова, Максим Чинкин. ТВ21+.